Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас обзор 19 каталога Faberlic новогоднего классного яркого. Есть немного новиночек, так поехали! У нас появляется с вами две новых парфюмерных воды, очень интересный формат 50 миллилитров 1799 рублей. Не очень бюджетно, скажем так, но сразу будут пробники. Возьмем с вами пробники, потестируем. Первый аромат у нас с вами FAM Powerment. Основные ноты малина, ревень, роза. Я розу не очень люблю, но она может совершенно интересно и по-разному звучать. И Абсолют Ши это красные ягоды роза пролине. Вот так. Гурманские ароматы, очень интересные, поэтому пробники обязательно возьмем с вами и потестируем. Слепую как-то брать не хочется, такой небюджетный парфюм. У нас до сих пор с вами будут вот эти купончики. За каждые 999 рублей мы их получаем и уже в первом каталоге в январе будем их тратить. Гороскоп интересный. Я уже почитала. Можете задаться целью и тоже прочитать. Интересно, интересно описывают. Мне понравилось на самом деле. Блески Faberlic. Просили девочки на помадах акцентировать немножко внимание. Блески Faberlic я не люблю, потому что они все липкие. Особенно вот этот. Хотя он бюджетный, но бюджетный блеск как бы, да, поэтому липнет. Волосы липнут. Все вот это липнет. Не люблю. Этот тоже липкий. Не такой, как этот, но тоже. Не айс. Новинка в серии Bioglow. Тоник для лица. Мне вообще серия эта безумно нравится. Она очень круто подходит сухой коже, увлажняет и даже питает. Единственное, у меня вылезали подкожники от ночной маски желе. Да, я ее на зону декольта использовала. А кремы, сыворотка очень великолепно работают. Поэтому обязательно возьмем с вами, тоже потестируем. Мне нравится отдушка такая апельсиновая. Больше, наверное, да, не мандариновая, апельсиновая. Новые ароматы масел. Они уже у нас, по-моему, были в прошлом каталоге. Будет хорошая цена. Поэтому возьму. Каким-нибудь обязательно сейчас активно пользуемся увлажнителем воздуха. И туда у меня можно заливать масла. А масла Фаберлик, они действительно с очень хорошим составом. По курку меди, девчонки, писала подробный пост в Дзене. Класс, супер, замечательно, великолепно работает. И самый вот такой вот момент, который могу выделить, это то, что кожа бархатистая. Прям вот как бархат. Использую и на зону декольте, и я вижу реальные изменения. Кожа бархатистая. У меня никакого утяжеления нет. Абсолютно никакого. Но здесь у нас с вами все индивидуально. Поэтому, конечно, надо брать и пробовать. Кстати, серия гиалуронка у нас с вами лауреат премии. Завоевала награды. Поэтому тоже не пренебрегайте. Сейчас в зимнее время не должна вызывать посыпание. Потому что много кто жаловался на нее летом. А сейчас, мне кажется, уже должно все прям нормально. Даже идеально, я бы сказала, зайти. В комментариях на ютубе вы очень часто просите. Посоветуйте, пожалуйста, крем. Посоветуйте крем для кожи вокруг глаз. Абсолютно не знаю вашей кожи, вашего типа кожи, ваших потребностей, наличия морщин или их отсутствие. Я не могу вам ничего советовать. Нужно брать и пробовать. Все разные. Все индивидуально. Но могу выделить, что абсолютно точно. Шприцы, корректор глубоких морщин и второй, он здесь не напечатан, но на сайте есть, работают. Они сглаживают мимические мелкие морщинки возле глаз и не только. Есть накопительный эффект. Можете взять, попробовать их. Но вот такие вот просьбы меня поражают, девчонки. Я просто больше не буду, наверное, отвечать. Посоветуйте крем для лица. И вот какая кожа и так далее, что я должна советовать. Очень интересно. И те, кто просит советы, смотрите обзоры каталога. Я всегда подробно останавливаюсь на каких-нибудь сериях. Стараюсь разные все время разбирать. Опять у нас с вами пилинг идет по хорошей цене. Сейчас время кислотного ухода. У кого есть пигментация, у кого есть увядание кожи, старение и так далее. Нужны кислоты обязательно. Химический пилинг. Первый шаг это, собственно, сама кислота. Б это скрабирование, С это крем. Можно не брать, можно взять только первый шаг. Это, собственно, сама кислота. Гелеобразная текстура. Пенка с кислотами. Тоник ночной, потрясающий обновляющий. Работают серия шикарно. Возрастная кожа, сухая. Кожа с высыпаниями, она тоже требует кислот. Обязательно. Кислотный уход, это прям наше все. Потому что особенно нельзя его применять в теплое время года, когда солнце активное, потому что могут появиться пигментные пятна. А зимой прям свою кожу можно прорабатывать на УПРА. Вот эта страница с тушами мне прям напомнила разворот каталога Эйвен. Фаберлик никогда так не печатали. А вот в Эйвен, вот так, именно в таком формате, в каталоге, я прям помню. Жуть, аж передернула. Из всех, что здесь представлены, даже не знаю, Экстрим, мне больше всего нравится, да, потому что кисточка силиконовая. Но не только поэтому, она крутая. И Мискерл, конечно, Мискерл это любимица. Это любимица всех времен и народов. Вот эту тушь, я не поняла, мне не нравится, но у кого-то она прям в любимчиках. Так, поехали по помадам. Стейтру, жидкая матовая, классная, потрясающая, средней стойкости, не сушит губы, очень нравится. Есть очень удачные оттенки, но в каталоге их не советую смотреть. Лучше поискать где-нибудь сводч. Я очень много сводчила помад. Я постараюсь в конце ролика, всегда ставлю подсказки на экране, да, оставить подсказку про помады, которые я вам сводчила. У меня их очень много, Фаберлик, в наличии, да, и сводч оставлю. Несколько оттенков есть, в том числе и этой помады. Она одна из моих любимых. Фаберлик очень напоминает жидкую матовую помаду Yvian Sabo. После нее губки бархатные. Увлажняющая помада Hydra Lips. Это такой полупрозрачный финиш, не как в каталоге, но можно, конечно, наслоить. Легкая текстура, очень увлажняющая, но без растекания, да, поэтому тоже очень хороший вариант сейчас на холодное время года. Вельветкис тоже обожаю, потому что стойкая, довольно-таки стойкая, но может подсушить, немножко может подсушить губки. Очень много удачных оттенков есть у меня в том числе. Пудровая помада тоже обожаю, Soft Nude. Она великолепная, потому что здесь крутые оттеночки, вот прям каждая может найти под себя. Мы многие, да, девчонки, любим больше нюдовые оттенки, поэтому вот, пожалуйста, к чему больше душа лежит, то и приобретайте. Она тоже достаточно стойкая, у нее финиш тоже матовый. Матовый, вельветовый, действительно, она очень бархатистая на губках, все в этом плане отлично. Вот такая помада, ухаживающая губная помада у меня тоже есть. Не люблю, рука к ней не тянется, но не нравится. Я вообще больше люблю матовые помады. Кушончики. Это любовь моя тоже, но, правда, больше люблю ICU, но бэдбэйс он практически такой же. Сейчас вообще самое время присмотреться к праймерам, особенно праймер для губ. Где он у нас с вами? У нас с вами его не напечатали, но на сайте он наверняка есть. По названию вводите праймер для губ, потому что нереально круто ухаживает за губками в зимний период. Мне зимой даже не хочется никакие помады наносить. Нанесла этот праймер для губ, он слегка придает оттенки губам, слегка их выбеливает и выравнивает вообще все морщинки на губках. Я их обожаю, так как у меня сейчас ноготочки свои, я их активно восстанавливаю, чтобы потом губить дальше, наверное. Я присматриваюсь к лакам обычным, возможно, что-то из блестящего возьму, потому что блестящие лаки, они более стойкие все равно. Я уже набросала себе в корзину и таких обычных, но все равно блестящие в Фаберлик, они более стойкие. Вот буквально сегодня писала пост в Дзене на вот этот вот продукт, Монарда плюс витамин Е, великолепный. Почему великолепный, можете пройти и ознакомиться, почитать. Размягчающий гель у нас будет с вами за 139 рублей, возможно, возьму в запас, потому что мне безумно нравится им пользоваться. На самом деле. Вот он. Нет, нет, девчонки, вру. Где у нас с вами размягчающий гель? Или он? Гель для удаления кутикулы с маслом органа, я имела в виду вот этот, мне очень нравится. Я наношу, держу несколько минут, а потом лопаточкой такой остренькой для маникюра удаляю. Если не запускать, можно вот как раз в недельку вот такое средство без обрезного маникюра и так далее свою кутикулу в порядок приводить. Так, поехали дальше. Кольцевый щит пользуюсь раз в неделю где-то. Вот сейчас он у меня, в принципе, на ноготочках. Но я пользуюсь многими средствами для восстановления ногтей одновременно, поэтому не могу сказать, возымел ли этот продукт эффекта или все вкупе. У меня что-то кистей маловато, скорее всего, я возьму какие-нибудь кисти в запас. Прям хочется обновить, просто мне эти новые кисти не очень нравятся. Мне больше нравятся старые, эти как-то похожи для меня. Вот прям подборка, подборка зимних ароматов, сладеньких, пудровых, можно присмотреться. 30 мл 320 рублей, шик, блеск, красота. И вот эти тоже самые зимние ароматы. Можно пробников набрать на них, на все, насколько я знаю, есть. Но даже если взять 30 мл или для знакомства дезодорант этого бюджетника. А у Ферикс Сенсуэля тоже прям популярный аромат. И зимний, на лето он тоже заходит сладенький, пудровый, классный. Здесь, но они нестойкие. И тоже на вкус и цвет. Пробники, по-моему, есть вот этих. Вот, надо посмотреть. Татуировки у нас снова с вами парфюмированные. А по новинкам вот этих водичек, да, уже, смотрите, цена подросла. 499 рублей. У меня прям рука, как ни удивительно, тянется к ладану. Вот прям серьезно, я сама в шоке. Вот прям тянется и тянется к синему парфюму. Ксюшка сказала, что ей нравится сиреневенький. Кто-то сказал, что зеленый похож на Ахмадулину. Вообще не похож ни грамма. Это зелено-сладкий аромат. Ахмадулина была горькая. До жути горькая. Я не могла ее носить вообще. Не такой, абсолютно. Не знаю, кто сравнивает ее с Ахмадулиной. Может быть, какая-то десятая нота сзади похожа. Но ни в коем случае ни целиком аромат, ни грамма. У меня муж заценил дезодорант Аварова. Может быть, ему парфюм этот возьму полноразмерный. Потому что прям вот пользуется с удовольствием. Из мужских. У меня кто-то спрашивал, что нравится больше. Геймдейл и Лион Ауэ. Геймдейл и моему мужу больше нравится. И мне в том числе тоже очень классный парфюм. Можно сейчас на Новый год, на подарочек кому-то посмотреть. Поехали дальше. Про роторную бритву пока вам ничего не скажу. Потому что она лежит, ждет своего часа. Про новинки шампуней. Это прям хороший, базовый, дешевый, в огромном объеме уход. Мне больше понравился алоэ. Кому-то крапива. Кто какую отдушку любит, она действительно какая-то у всех травянисто-сладкая, приятная. Шампуни очень густые, гелевые. Расход маленький. Зуда кожи головы пока не вызвали. Стараюсь мыть в последнее время только ими. Чередую то этот, то этот. Но волосы потом, если они у вас поврежденные, окрашенные, эмилированные и так далее, осветленные, как мочалка. Поэтому бальзамчик нужен. Крапива сушит больше по мне. Но зато волосы дольше остаются чистыми. Я пробовала не применять никакой несмываемый уход. Ни бальзам, ни маску. Просто помыла голову этим шампунем. И у меня волосы были чистыми гораздо дольше. Были запросы на крем для рук, потому что сейчас в холодное время года у девочек, у которых так сухая кутикула, например, как у меня, она сохнет еще больше. Рекомендую гладкие пяточки. Будут желтые ценники на большой и на маленький формат. На ночь гладкие пяточки с огромным количеством глицерина. На ручки и шик, блеск, красота. На ручки, на ножки и все. И вы с утра свои пальчики просто не узнаете. Потрясающее средство. Всегда всем советую. Но девчонки, видимо, не слышат меня. Хорошие цены есть на некоторые БАДы. Посмотрю, какие запасы восполнить. Потому что я уже практически все допила. Что люблю? Очень люблю Секреты Востока. Очень люблю Коэнзим. Но пока как-то не бюджетно его я, скорее всего, может быть, по ВИП-программе возьму. По ВИП-программе уже два продукта могу взять. Поэтому, скорее всего, так. Что еще очень люблю из БАДов? Очень люблю цинк и витамин С. Потрясающий БАД. Очень люблю Мастоп. Его практически все девочки, кто пил, хвалят. Многие девчонки избавились от серьезных заболеваний с помощью этого БАДа. У нас уже давно на сайте Чистота присоединилась к Фаберлик. Я не собираюсь брать их БАДы. Не хочу. Вот не хочу. Я посидела у них в чате. Посмотрела на назойливость их. Девочки-консультанты Фаберлик, которые туда вступили, писали, что им в личку пишут консультанты Чистоты. И предлагают эти БАДы по дешевке. Так как некоторых в Фаберлик не будет наличие, не вся линейка. И Фаберлик цена, видели сами уже, наверное, какая. А они предлагают по дешевке, по дешевле. С рук. Представляете, вот мне так не понравилось в этом чате. Потом многие просили сертификаты и так далее. Объяснить, какие там пептиды. Вроде было заявлено, что сначала такие, а потом такие. Не всегда корректно могут ответить и предоставить информацию, ту, которая нужна. Поэтому я не хочу брать за такие деньги сомнительный продукт. Да простит меня Фаберлик. Может быть, это все круто и здорово работает. Я не буду. Живица. Живицу берем, девчонки, банками. Вот у меня сейчас уже заканчивается. Мы с Ксюшкой активно ее принимаем. Потому что все мы прекрасно знаем. Сейчас в каждом регионе ходит вот эта эпидемия свиного и другого гриппа. И очень много народу болеют. Болеют повторно. Только выписываются. На следующий день опять температура под 40. Многие школы, классы закрыли на дистанционку. Мы пока нет. Мы ходим. Мы ходим на тренировки, на каток. И поэтому я, Ксюше, по 3 штуки в день. Иногда 2 раза в день по 3 штуки даю. И сама принимаю. Болеть не хотим. Болеть не надо. Пихтовита. Тоже потрясающий продукт. Цитрактив. Витамин С обязательно. Чтобы не разболиться, ударная доза витамина С выступает очень мощной. На самом деле поддержкой. Про кофе. Девочки многие говорили, что стал не тот. Вот девчонки я тоже отметила. И муж мне сказал, больше этот кофе не брать. Это не кофе. Вот как будто не такой уже крепкий. Не знаю. Не с таким удовольствием я его пью, как пила раньше. Как-то пила, пила, пила. Потом тоже себя поймала на мысль, что мне невкусно. Поэтому мы пока делаем в кофе перерыв. Какой-то он немножко не такой. Слабенький что-то. Не знаю. Я кладу 2 ложки полных. И вот все равно, слушайте, слабовато. Поэтому да. Ну, бытовой химией будем обязательно запасаться тоже. Куплю универсальное средство. Вот это зелененькое закончилось. Мне безумно нравится с помощью него очищать раковину. Раковина металлическая, да. Потрясающая. Блестит, сияет просто супер. Налет убирает тоже на ура. Залила, оставила на 10-15 минут. Пришла, потерла, где был сильный налет. А то и не терла совсем. И все, шик, блеск. Вот прям для эмалированных поверхностей, для раковин металлических. Просто супер, девчонки, находка. Я это средство полюбила. Именно для этой цели его только и использую. По 179 рублей будет средство для мытья посуды. Возьмем порошочек. Как всегда у нас, да. 333 рубля он выходит с моей скидкой. Но у меня пока в запасе много. Скорее всего, брать не буду. И кондиционеров я тоже в прошлом заказе набрала в запас. Сейчас надо взять пенный очиститель. Но пока на него скидочки не будет, может быть, тоже по VIP-программе. Потому что заканчивается. Но у меня есть салфетки. А так вот такое средство, когда детские животные, оно в принципе должно быть дома всегда. Гель для туалета тоже заканчивается. Я люблю их все. Для меня они все прекрасно работают. На этот раз, может быть, возьму вот такой вот 7 в 1. И влажная туалетная бумага вся бы заканчивалась. Она периодически нужна. Периодически. Не скажу, что мы ей пользуемся постоянно. Но вот, допустим, я ее использую в момент критических дней. Да, простите за подробности. Потому что это более гигиенично. И мне нравится. Она у меня всегда должна в запасе лежать. Вот мои любимые салфетки. Влажные, чистящие, без пятен и запахов. Потрясающие. Которыми я просто чищу ковер. Но рад любых загрязнений свой светлый. Достаю 1-2 салфеточки. Прохожусь как следует. И все. Пятна удаляют от пюрешек, от всего и так далее. Так, здесь у нас с вами бельишко, бельишко, носочки. Костюмов вот этих так и нет на складе. Насколько я знаю, не каждый день мониторю, но периодически. Что-то прям совсем чуть-чуть выбросили. И все. По термосу. Термос великолепный просто. Просто великолепный. Часов 6 он держит горячий напиток внутри. То есть Ксюха занимается на улице. Она идет в школу по улице в морозы. У нее термос в рюкзаке сбоку, даже не внутри самого рюкзака. И все равно не остывает. И все равно у нее там практически кипяток, когда ей надо попить. Поэтому я ей сейчас даже кипяток не наливаю. Разбавляю его немножко холодной водой. Потому что долго остывает. На самом деле, долго. Красивая посуда, конечно. Но цены около. Носочки. Носочки, я вам уже говорила, мне нравятся те, которые без рисунка. А вот эти, которые с рисуночком, они колятся. Мне и Ксюшке, по крайней мере, очень сильно колятся. Поэтому гораздо приятнее вот те, которые однотонные. Серия Зима. Потрясающие. Гели для душа. Уже новинки почти все разобрали. Осталось совсем мало. В прошлый раз даже не взяла. Твердое мыло. Соль, пена. По поводу нее прям споры разгорались. А что это? Соль у вас должна пениться. Вы читать умеете, товарищи? Это соль для ванны с пеной. Для слепых показываю. Она должна пениться. Представляете? Я прям вот иногда выбешиваю, девчонки, такие комментарии. От балды. Вот знаете, хочу написать гадости. Напишу. Головой пробовать надо думать. Мочалочки по хорошей цене. Ксюшки, может быть, возьму. У нас до сих пор висит малиновая. И она ей не очень любит пользоваться. Все остальные ей зашли. Особенно зеленая. Малиновая нет. Прям аромат не нравится ребенку. А так, да. Отправляешь ее как бы в душ. Не нужно ни с какими гелями заморачиваться и так далее. Есть мочалка. Все замечательно. Цена привлекательная. Масочки. Так, пакеты. Пакеты вообще супер огонь. Мне так нравится дизайн. Надо еще взять. Потому что я уже начинаю раздаривать подарки. Приезжают периодически гости. И у меня прям хоп уже стоит собранный маленький пакетик с какими-нибудь приятностями. Почему бы нет? Всегда пусть в запаске лучше будет. И здесь у нас, мои хорошие для новичков, просто потрясающий подарок. Я, наверное, буду тоже новичком в этом периоде. Кастрюля. Мне кажется, их сейчас сметут и разберут. Прям вот, я не знаю, хоть после 12 регистрируйся. Сметут и разберут. И не хватит всем. Вот я за это больше всего боюсь. За 1 рубль потрясающую кастрюлю. Ну, почему бы не взять? Мне сковородки вот из этой серии не очень нравятся. А кастрюлю, ну, в ней не жарить. У меня она просто очень быстро потемнела. Как-то поцарапалась. Потемнела. Не очень износостойкое покрытие. А кастрюльку хочется. Я не брала, не тестила. Будем с вами, надеюсь, тестить. Вместе, надеюсь, достанется. Поэтому, кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться. Буду вам помогать. Ну, на этом все, мои хорошие. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.